Добрый день, меня зовут Юрий Занов. Сегодня мы поговорим о проблемах детского и семейного кино. Ну что ж, раз вы так все решили, я пойду на пиццовет. Есть такое мнение, что зачем этим заниматься? Плакали наши денежки. На самом деле с детским кино существуют две большие проблемы. Это производство и прокат. Тогда в воскресенье и каток, и шоппинг, и на весь день. Вообще появляются хорошие фильмы. Эта история случилась с Николаем Берсеном по дружиству. Коммерческое кино встало на ноги, стали выходить картины по тысяче копий. Прошу прощения, проспал. Ну не хотелось бы скатываться на уровне вот этого Стебалова. Должен ли фильм подстраиваться под зрителя, или все-таки он должен быть немножко выше? В хороших комедиях люди же не просто смеются, они смеются по-доброму. И каждый раз я приходил и слышал вот этот вот детский или там семейный, это взросло-детский хохо. Наверное, я всем рекомендую посмотреть этот фильм. Те фильмы, которые несут такую божественную теплоту, да, и любовь изнутри. Хорошие фильмы, в принципе, они сами по себе собирают хорошую кассу и все. Ну, я уверен, что все девушки мечтают не о парнях с кубиками, а о человеке-мужчине с прекрасной, нежной, настоящей душой. Здесь без помощи государству не обойтись. Вам серьезную конкуренцию в прокате ставили именно американские фильмы, правильно? Ну, на телевидении не показывают короткометражек. У детского кино вообще сейчас очень не детская судьба. Творческий человек, он не продюсер, он просто создает контент. Не каждый режиссер может снять хороший детский фильм. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Кино либо переснимается полностью, либо его не трогают. Сегодня мы говорили о проблемах детского и семейного кино. У нас в студии была Гузель Султанова, народный артист России Олег Михайлович Газманов. У нас в гостях Сергей Николаевич Калишня, Дмитрий Федоров, режиссер фильмов Костя Ника, академик мультипликации, режиссер мультфильма Князь Владимиров. Спасибо за почетные слова. Спасибо, Сергей Ильич. Спасибо, Сергей Ильич.